Здравствуйте, меня зовут Алексей Васильевна Николаевна, я являюсь целевым лицом, то есть потерпевшей 2,5 года. Я хочу сделать доклад на тему. Структура комплексного скрытого психоэлектронного харассмента. Основные цели и техника гонсталкинга. Психологическое терроризирование личности целевого лица, то есть харассмент, что в переводе с английского означает домогательство, а именно речь пойдет о скрытом электронном харассменте, который имеет следующую структуру – закрытая фаза и открытая фаза. Закрытая фаза, когда криминальная группа берет целевое лицо в разработку, начинает сбор информации о целевом лице в тайне от целевого лица. Открытая фаза, когда криминальная группировка дает понять целевому лицу, что над ним ведется программа посредством. Первое – гонсталкинга. Второе – отравление целевого лица тяжелыми металлами, химией, газами. Третье – воздействие на целевое лицо энергетическим оружием, нелетальным оружием. Сюда входят дистанционные пытки физического тела и воздействие на мозг и мыслительный процесс целевого лица, дистанционное присоединение к биополе человека, дистанционное чтение и вбрасывание мыслей целевого лица, дистанционная пытка радиосон, лучи боли, точечная боль в теле, болевые техногенные вибрации в теле, дистанционное изнасилование, искусственно созданные боли, гипноз и возможное наличие чипов в теле целевого лица, зомбирование, расщепление личности и, как следствие, шизофрении и многие другие пытки, которые осуществляются энергетическим оружием. Следующий пункт – открытые фазы дискредитации человека во всех сферах жизни, клевета, выставление целевого лица психически больным человеком. Эта структура описывает действия, технику криминальной группировки по отношению к целевому лицу. Данные действия можно расценить как скрытый фашизм, геноцид и начало Холокоста, захват человека в электронное рабство, нелегальные опыты, ставящие под прицел человеческий мозг. Я хотела бы уделить особое внимание гонсталкингу, а именно описать технику и приемы гонсталкинга как часть скрытого электронного харассмента. Гонсталкинг – организованное преследование против целевого лица. Оно осуществляется большими группами лиц, которые систематически и регулярно запугивают, ретируют и вытесняют целевое лицо из населенного пункта без суда и следствия. Эти группировки осуществляют свою деятельность во многих странах мира и являются международным явлением. Их численность исчисляется сотнями. Гонсталкинг может быть бизнесом в виде услуг по запугиванию. Гонсталкинг – это скрытая форма терроризирования и контроля сознания человека. Цель – злонамеренно снизить качество жизни целевого лица. Для изоляции, дискредитации, создания фобий, создания невыносимых и болезненной среды существования целевого лица посредством действий, направленных на душевную боль, эмоциональную и физическую боль. Чтобы человека довести до нервного срыва, упрятать в психбольницу или вызвать агрессию, упрятав в тюрьму, сделать бездомным, в идеале довести до суицида самоубийства, разрушить экономическую, социальную, финансовую и семейную опору у целевого лица. Цель – убийство, буквально не оставляющих следов. Или, наконец, причинение тяжкого вреда здоровью. Многие люди, попавшие в эту программу, говорят, что такая программа невозможна без подворства государства. В чем-то они правы. Люди, попавшие в скрытый психоэнергетический харассман, говорили, что данная программа ведется десятилетиями, а то и пожизненно. Программа гонсталкинга разработана на основе параноидальных симптомов и бредомых идей. Для того, чтобы, когда целевое лицо обратится за помощью и начнет описывать, в чем заключается проблема, чтобы это целевое лицо выглядело больным человеком. Всей сферой жизни целевое лицо атакуется. Одна из причин массовых расстрелов – это результат гонсталкинга, моббинга, буллинга, харассмонта. Отработанная и сформированная система тихой нейтрализации людей. То, что я сейчас опишу, это происходило в моей жизни и в жизни других целевых лиц. Я записала всю технику гонсталкинга и обнаружила, что интенсивность воздействия на мой мозг была в интервале 5-10 минут в течение дня. То есть каждые 5-10 минут. В течение полутора лет это длилось, потом программа чуть-чуть смягчилась. Техника гонсталкинга, которая осуществляется в отношении целевого лица. Сейчас я отпишу непосредственно технику. Ложь. Ложь, разбавленная правдой, чтобы это выглядело более правдоподобно. Распространение слухов, вандализм, порча вещей и бытовой техники. Взлом квартиры. Кражи. Некоторые вещи были украдены, а потом возвращены. Некоторые просто украдены. Саботаж, психологические пытки, унижение личного достоинства, систематическая травля, открытые и скрытые угрозы, программа по прививанию вредных привычек, алкоголь, сигарет, наркотиков, шумовые и групповые атаки. Два года я слушала дрель в разных странах. Есть видеоподтверждение. Световые демонстрации, конвоирование машин с одной включенной фарой. Отравление еды дома и в ресторанах, запахи газа и химии в квартире. Символика закрытого глаза, знак молчи, символы сект на одежде. Конвоирование разной техники, вертолеты, яхты, машины, трактора. Демонстрация, что мысли целевого лица читается. Озвучка мыслей целевого лица. Модулированные сны. Подражание целевому лицу во фразах, в мнении, в одинаковой одежде. Озвучка слов, фраз, якорей. Газлайтинг, моббинг, травля на рабочем месте. Целевое лицо может не работать не потому, что он не хочет, а потому, что он не хочет терпеть моббинг на работе. При этом целевое лицо выставляется как лентя и бездельник. Ежедневная демонстрация, что за целевым лицом ведется слежка, шпионаж. Очернение репутации целевого лица. Цветовой уличный театр. Они любят поиграться с цветами. Вербовка и рекрутирование всех друзей, родственников, всего круга общений целевого лица и привлечения к харассмату. Отравление откровенной провокации на конфликт и драки. Изучение генеалогического дерева целевого лица и демонстрация об этом целевом лицу. Харассмант домогательства в парках и других общественных местах. Мучают и убивают домашних питомцев целевого лица. Имитация пения птиц, дистанционное управление птицами, преследование инвалидами, уборщиками. Применение техник НЛП, такая техника как сенситивизация. Эмоциональный террор. Цель довести до плохих эмоций целевое лицо. Назорливые звонки 50-100 раз в течение короткого времени. Рекрутирование и привлечение к харассмату соседей. Данная группировка много позаимствовала техник УШТАЗИ, скрытая форма выраженной агрессии, взлом телефона, почты компьютера, вовлечение харассмант детей. Также вовлечкаются все, кому не лень, от белых воротничков до бомжей. Техники контроля сознания, атаки на мозг, уличный театр, постановки, создание пространственных препятствий, кашель людей как знак напоминания о слежке. Сравнение с собакой, сравнение выстраивание ассоциаций с кошкой или с животным. Причинение неудобств и дискомфорта с определенной периодичностью сигналы у дома. Все, чтобы травмировать целевое лицо, довести до любого рода негативных эмоций, оскорбления от незнакомых прохожих, демонстрация, что мне повредят ноги и сделают инвалидом. Еще одна из техник, когда грандсталкеры уговорят подойти к целевому лицу и сказать определенную фразу. Он подходит и говорит совсем безопытную фразу, но для целевого лица эта фраза является очень болезненной, так как это очень лично и интимно. Это одна из форм завуалированных пыток. Вот, собственно, поэтому данная группировка атакует психику человека. И поэтому все это можно назвать психологический террор, психотеррор. А сейчас я хотела сказать именно пару слов и посредственно людям, которые организовали и осуществляют в отношении меня данную программу. Я больше всего уверена, что данные люди позиционируют всю эту программу и весь этот беспредел и харассмент. То, что мне это на пользу, якобы у меня есть какие-то психические отклонения, и якобы это мне на пользу для улучшения моей же жизни, что является абсолютно наглой ложью, потому что то количество боли и что я испытала за два с половиной года, это сложно описать. Это раз, следующий момент. И нарушение статей, это 18 статей Уголовного кодекса и 20 статей Конституции, вы нарушили в отношении меня. Что тут сказать? Как бы вы всю эту программу не позиционировали, для меня вы преступники и криминал. И все, что я хочу, я хочу увидеть людей, которые организовали все, только в тюрьме. На этом, собственно, все.